Ну что ж, друзья мои, еще раз добрый день, приятно мне, я 15 минут назад попрощался, сейчас вновь здороваюсь, ну ничего плохого я в этом не вижу, тем не менее. Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели, мы продолжаем бизнес-канал на Финам.фм, сейчас его вторая часть, бизнес-класс. Ну и сразу же, сразу же с места в карьер, тема сегодняшней программы «Система сбыта. Как организовать машину продаж». Вот это мне очень понравилась фраза, машина-продаж. Вечный двигатель продаж. Ну и с удовольствием я представляю мою сегодняшнюю гостью, неоднократно бывавшую уже в этой студии, это Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит-Консалтинг. Добрый день, Татьяна. Добрый день, рада всех приветствовать. Спасибо. Спасибо. Это грамотный продажник, слово нехорошее, сейл, сейлс, так вот. Ну да, продажник. По-английски звучит как-то более благородно, более созвучно, продажник по-русски, да. Итак, говорим мы об этом. И, соответственно, выделяем, собственно, главную идею, наверное, сегодняшнего эфира. Как организуется правильно система продаж, да, кто эти люди, которые призваны приносить прибыль бизнесу, как ими управлять. Ну вот мы обо всем об этом поговорим. С чего начнем, Тань? Ну, слово «система», хорошо разобраться бы, что такое система в продажах. Давайте, давайте. Что такое система в продажах, интересно. Что такое система в продажах, да? Да. Итак, что такое система? Я думаю, как минимум четыре пункта в составе системы продаж, причем большинство уже назвали. Слово «структура» сказали, важная вещь. Слово «мотивация» сказали, тоже очень важная вещь, как стимулировать, мотивировать продажников. Очень важная вещь, а какие есть определенные технологии, стандарты продаж, тоже очень серьезные. Третье направление наше. Профессиональный продажник – это не человек по наитию каким-то образом, да, думает, дай-ка я вот в глаза посмотрю, да, вот мне кажется, на это потенциальный клиент сработает и что-то такое верну. Есть строгие уже правила, да, уже с годами установлены. Ну, конечно, правила – это всегда хорошо, и я думаю, что практически невозможно встретить идеального продажника, вот ниоткуда взявшегося. В самом лучшем случае можно получить с рынка труда заготовку. Конечно, а дальше уже ее шлифовать разными способами. Да, забавно. С себе доступными возможностями. Заготовку на рынке труда. Да. Ну, там человек, которого мы так игриво назвали, он же не знает, что он заготовка, он думает, что он супер-пупер-продажник-то, а на самом деле… Те, которые супер-пупер-продажники, мне кажется, они уже это знают хорошо. И на рынке труда не околачиваются, да, и сразу, если он вдруг передумал здесь работать, то его сразу же с распростертыми объятиями ждут в другом месте. Да, скорее всего так. Ага. Ну вот, это третий пункт. Да, это третий пункт. Есть еще четвертый пункт. Это какие-то определенные правила, условия для внешнего мира. Мы часто их называем коммерческая политика. Вот как бы четыре базовых подхода, которые, отстройка которых действительно дает, ну, достаточно хорошие показатели лучше рынка, как я люблю это говорить. Лучше рынка. Продажа лучше рынка. Ну и давайте начнем со структуры, да? Да, пожалуй, пожалуй, можно начать со структуры. Ну, на самом деле, не только структуры, я думаю, сначала вот еще что можно сказать, что практически все четыре составляющие очень серьезно меняются в зависимости от того, насколько конкурентен рынок. То есть вот буквально существует три типа системы продаж, наиболее популярные. Одна, которая ориентирована, вот, ну, если продукт качественный, то он будет хорошо продаваться, с одной стороны, на одном конце, так скажем, да, на другом полюсе у нас появляется, что максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Вот, ну, есть промежуточный вариант, когда с хорошим уровнем качества, с хорошими стандартами, там, мы можем тоже неплохо продавать. Вот примерно три системы такие, и они по-разному совершенно выглядят, абсолютно по-разному. И тем не менее... И структура будет по-разному выглядеть, например. Структура иные все же, да? Да, да, и структура также будет выглядеть по-разному. Ну, можно говорить, что на рынке, ну, российском рынке, прежде всего, да, о нем обычно упоминаем, наиболее востребована вот подобная система продаж или вот подобная структура, да, можно об этом говорить? Ну, давайте, как бы, вот, может быть, действительно посмотрим по всем трем направлениям, скажем, если это первый вариант, когда более или менее продукт хороший и он продается, что тогда, как бы, важно структурно? Структурно очень важно организовать там по вариантам, какие бывают группы клиентов. Если у нас есть под эту группу клиентов специальная структура, группа продавцов, будет замечательно. Если у нас есть отдельный канал продаж, под него есть группа продажников, отлично. Вот, и часто, в общем, делят по географии, по географическому принципу. То есть на определенную территорию мы выделяем группу продажников и тоже все работает хорошо. Это вот самое первое, как бы, примерное структурирование. Потом, когда развиваются продажи, очень часто мы встречали, кстати, такой подход, ну, у многих компаний работает, хорошо работает, когда выделяется, ну, как бы, типы менеджеров по функционалу, с одной стороны, и даже по личностному типу. Есть в Америке такой подход, который говорит о том, что все менеджеры делятся, по сути, на два типа. Фермеров и охотников. Вот. Там целая, да, такая, вот. Ну, то есть охотников и пастухов, да, если так может быть? Ну, да, ну, нам больше нравится слово фермера, да, те, которые пасут, взращивают клиента, хорошо с ним контакт, устраивают. О, да, вторая сторона, которая его отстреливает на лету. А вторая? Ну, слово так отстреливает, я прям... Ну, в хорошем смысле этого слова. Те, которые, да, за ними охотятся, которые готовы, там, большую часть времени проводить в полях с тем, чтобы привести необходимого клиента. По личностному типу это часто, наоборот, типа антистрессовых, да, как бы людей, которые готовы вот работать таким образом. То есть охотники антистрессовые люди? Да, да, да. Они вне офиса в основном работают, готовы к неожиданностям, с новыми клиентами всегда самые большие неожиданности, что именно и как, чего может получиться. Вот, потом они приводят. И, собственно, получается, что у нас отдел состоит вот как бы из двух этих типов, и есть еще операционисты. Они работают все вместе в группе. И вот охотник постоянно поставляет, например, двум-трем таким вот фермерам, менеджерам по продажам какое-то количество клиентов. Очень хорошо он через какое-то время может прозвонить и спросить, ну, а как вот тебя там вот этот менеджер обслуживает, как там у тебя дела? Да, потому что тот про свои косяки никогда не скажет. Вот. И, как правило, он сначала совершает первые там одно-две сделки, то есть он ведет клиент до того периода, пока есть риск. Риск, что клиент сорвется. Вот, когда он чувствует, что риска больше нет, он передает его менеджеру и потом изредка контролирует его обслуживание. Вот такая как бы система. А здесь вертикаль есть какая-то субординация? Потому что, ну, судя по вашему рассказу, охотник он главный, потому что он, да, идет за добычей, и потом еще и контролирует, как с этой добычей распорядились его контакты. Ну, коллеги. Можно тут вертикаль какую-то ставить? Ну, насчет главного-то, наверное, это вряд ли, чтобы совсем главное, да. Тут можно сказать о том, что они по-разному, конечно, должны мотивироваться в продолжении как бы этой системы, что функции у них разные, получается. Стандарты, кстати, разные, да, то есть мы уже примерно обрисовали по мотивации. То есть получается, что на самом деле они все работают как группа. То есть вот та самая переменная часть, помимо фиксированной, получается, у них должна быть групповая, от некоторого итога группы однозначно. Иначе, по крайней мере, охотник он будет поставлять некачественных, если он потом будет знать, что он не будет получать процент от того, что в дальнейшем его клиент на работу. То есть он как бы, да, мотивацию теряет, он не заинтересован в этом. Да, получается, что у него и групповой, и индивидуальный должен в определенном соотношении. Ну, те, которые фермеры, там, в общем-то, может быть больше индивидуального этого переменной составляющей, но групповая тоже должна быть, потому что там своемозаменяемость, там отпуск, там еще что-то такое. Вот, то есть там вот специальная такая система мотивации. Очень хорошо работает эта система, очень хорошо. И нам-то особенно нравится, как консультантам, потому что часто, когда мы приходим в компанию, смотрим по функционалу у менеджера и активный поиск, и ведение клиента. То есть он, другими словами, и охотник, и фермер. Да, люди лично, они фермеры. И как бы, вот что получается, что мы тут кого-то сократим, а нового приведем, да, как он опять фермерам, например, окажется, результат будет не очень большой. Поэтому это вот замечательно. Тогда мы говорим, а вот мы еще просто охотников добавляем к вашим фермерам, нам нужно еще охотников найти, и тогда ваш отдел будет работать просто отлично. Здорово, охотники, фермеры, но как их узнать-то? Нужно дать им возможность испытательного срока поработать, или какие-то психофизические, может быть, данные. Вы приходите, вот смотрите на человека как профессионал, и говорите, этот парень охотник, этот фермен, а этот операционист. Да, да, конечно, конечно, есть, есть, конечно, да, особенно, начиная с того, что первое, очень легко, ну, не легко, но достаточно спокойно справляться со стрессовыми ситуациями. Знаете, вот есть тестирования знаменитые, когда там человека просят, там, то на него воду холодную выливают, и еще что-то такое делает. Да, да, всячески проверяют, насколько он к стрессу спокойно относится. Это как же надо, да, любить свою работу, или как же надо хотеть устроиться именно сюда, чтобы таким ужасом подвергаться. Мы сейчас прервемся, новости посмотрим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит Консалтинг. И говорим мы на тему, как организовать машину продаж. Продаж сейлзы, да, главный, я бы сказал, двигатель, да, нынешнего прогресса. Уважаемые слушатели, да, напомню я еще раз. 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Татьяне. Ну, или собственными мыслями по этому поводу поделитесь. Нам тоже будет интересно. Итак, продолжим, Тань. Продолжим. Остановились, когда-то мы на страшном тесте, вы какой-то там рассказывали. Ужас, да, что бедного продажника, значит, поливают холодной водой. Что ему еще? Жарят на огне, стыкают под ногти ему эти самые иголки. С тем, чтобы проверить трансоустойчивость. Да, 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 так и есть, так и есть. HR, да, коварные. А фермеры, это, наоборот, полное спокойствие, невозмутимость, доброжелательность постоянная. То есть другой совершенно личностный тип. Постоянно готовы помочь, отзывчивые. Кстати, сотрудники HR, они могут определить, вот, ну, не проводя тесты, наверное, такие страшные. Да, какие-то базовые вещи психо, такие графические, конечно, они могут определить, да. И, как правило, они и помогают. Первое тестирование делают именно они, а потом уже подключается кто-то главный по продажам, например, начальник отдела продаж, и смотрит, как бы, на предмет своих специальных требований уже по навыкам продаж и так дальше. Ну, специальные требования, они конкретно у этого человека или специальные с точки зрения, так сказать, бизнеса, продаж? Ну, специальные с точки зрения, как бы, типовых ситуаций, которые бывают в продажах. Вот даже сейчас в последнее время очень популярен такая штука, как кейс-метод в продажах, когда описываются типовые ситуации в продажах. Сейчас я заметил, да, очень модное слово, вот это кейс, да, и, соответственно, примерно одно и то же. Да, да, да. Иметь кейс, это значит иметь какой-то случай из жизни, что называется, он расписан, он уже, так сказать, по полочкам разложен, и уже можно на него ориентироваться. Да, и будущего претендента или как будущего сотрудника спрашивают. Ну, например, такая ситуация, что с новым клиентом он договорился, осуществил продажу, он знает, что для нового клиента очень важна 10-дневная поставка, которую он пообещал, но придя в офис, он обнаружил, что из-за проблем на складе доставка займет не 10 дней, а 20 дней. И дальше ему предлагает выбор, вот такие ты дальше можешь сделать действия. Первое, позвонить сразу, честно признаться в том, что не будет через 10 дней, а будет через 20 дней. Второй вариант, дождаться дня, когда он ожидает поставку. Через 10 дней позвонить, сказать, слушай, извини, пожалуйста, сегодня не будет, вот через 1-2 дня немножко задерживается. И так через каждые 1-2 дня перезвонить и дипломатично отодвигать срок до того момента, пока не произойдет поставка. Очень интересно, и какой из этих, это два варианта или еще какой-то есть? Да, да, есть. А есть третий вариант, да, выключить телефон, и пришло время расплаты, и нет связи с тобой, и больше никогда его не включать. Да, да. Такой вариант не рассматривается. И, возможно, есть какие-то еще собственные варианты, которые менеджер может сам придумать непосредственно. Но просто всегда в отношении к клиентам есть две перспективы. Временные есть, короткосрочная перспектива и долгосрочная перспектива. То есть, короткосрочная, вот он наш текущий заказ. Если, соответственно, мы сразу признаемся ему в том, что ну вот такая ситуация, то, конечно, этот заказ мы, скорее всего, потеряем, но мы были честны, и на будущее мы оставляем себе возможности. Мы ему потом можем позвонить, он потом может все-таки к нам вернуться и так дальше. Именно потому, что мы вовремя признались, да, он скажет, ну, ребят, понятно, да, вы меня подвели, но, в принципе, вы, ребята, хорошие и тем более честные, давайте с вами продолжим работу. Да, потом есть возможность его уговорить, договорить и так дальше. Если же мы дожидаемся дня любым образом, отодвигаем дипломатично, либо сразу говорим, что как бы не будет сегодня, будет через 10 дней, вот, то, соответственно, мы уже вакантное доверие потеряли у клиента. И, да, скорее всего, этот заказ, ну, он уже, наверное, никуда не денется, дождется он этих 20 дней, но зато последующие почти наверняка нет. Ну, а, конечно, директора по продажам хотели бы, чтобы ничего ни первого, ни второго, ни третьего не было, чтобы человек, который пришел на тест, он бы сказал, о, а я предлагаю сделать следующее. Я вот знаю, что у меня у другого клиента приходит товар аналогичный, он уже вот-вот сейчас придет, я передоговорюсь с тем клиентом, он ему не нужен, или там, я ему скажу, этому текущему клиенту, что, смотри, там, в следующий раз там скидка будет или еще что-нибудь. Ну, то есть, когда они выходят из ситуации, начинают ее менять, потому что все первые ответы, это человек просто сидит в ситуации. Да, и он действует в соответствии с тем, как сложилась ситуация. Это вот по поводу подбора, по поводу того, как подбирают. Ну, то есть, творческий подход, да, вот третий пример, это творческий подход, он здесь тоже... Проактивный даже скорее, когда человек меняет ситуацию. То есть, он здесь приветствуется, приветствуется. Вообще, да, продажники, самые лучшие продажники, они всегда проактивные, это точно, абсолютно. Хорошо. Да, и как бы еще мы не договорились, мы все начали как бы как определять, какие бывают технологии и все такое прочее. Да, есть еще один тип, когда очень высокая конкуренция. На самом деле, очень часто аналогичные методы называют работы консультативными продажами, потому что не всегда очевидно, какой результат даже может быть по факту продажи. Вот, и здесь получается, что вот эти возможности менеджера по продажам должны быть очень-очень велики. И тоже выделяется, вот, кстати говоря, похожая ситуация во многом и в некоторых сферах услуг, например, вот даже в том бизнесе, в котором я непосредственно работаю, консультационный бизнес, у нас очень много конкурентов, реально, как бы, много компаний, которые тренинги предлагают и консалтинг предлагают. Вот, и важно, чтобы продавец вот обладал как раз этими тоже четырьмю заветными качествами. Да, нелегкое это дело, нелегкое. Так, хорошо, для того, чтобы он обладал этими, ну, не для того, а помимо того, что он этими качествами обладает, для того, чтобы он показывал хороший результат, его нужно еще и мотивировать чем-то. Давайте вот об этом поговорим, это любопытно. Я иду по списку, на самом деле, если вы считаете, Таня, что сейчас нужно о чем-то другом, а мотивацию оставить уже на закусочку, я не возражаю. Но у меня список, смотрите, сначала структура, потом мотивация, потом технология и потом, соответственно, правила. Да, но на самом деле мы только вкратце обозначили, а что вот, когда высокая конкуренция в компании, какие должны быть продавцы, вот эта проактивность, да, как бы в чем она проявляется. Вот я бы хотела про это все-таки эти четыре пункта поподробнее открыть. Но один, как бы на самом деле вы сказали, это инстинкт охотника. Инстинкт охотника, на самом деле, он означает следующее, что он будет контактировать с клиентом вне зависимости от того, издевается над ним клиент. Игнорирует он его или еще, он считает, что, ну, во-первых, бывает временно там плохое настроение, может быть еще что-то, он потом будет звонить, он будет всегда достаточно благожелателен, да, хорошо относиться. Но мне кажется, все-таки здесь какое-то лукавство, он не будет благожелателен, он наверняка про себя все время будет отвечать этому клиенту на нападки. Но у него задача другая, мне нужно продать. На самом деле, смотрите, какая вещь, что у него есть еще одно качество, которое мы обычно называем самоконтролем, контролем. И оно позволяет ему не застревать, отбрасывать. На самом деле, так же он отбрасывает неудачи, совершенно спокойно, он не застревает на них, не склонен к самокопанию, вообще все сроду нету. Но так же он и не застревает на удачах. То есть он так же понимает, что, опять же, в любой момент это тоже может уйти, вот эта ситуация контроля. Вот, потом он влиятелен, он реально влиятельен. Почему? Потому что он уверен в себе, он уверен, что он приходит, он может помочь, он уверен, что его там продукции, его там услуги могут помочь. Вот, он знает, что там другие клиенты брали эти услуги. И вот это дает вот такой вес в его словах, тоже как бы очень важная такая составная часть такого имиджа. Вот, то есть вот такой вот… Охотник. Да, такой вот это самый высокий уровень, скорее всего, менеджера по продажам в высококонкурентных рынках. На самом деле, есть еще типы бизнеса, немного могут быть разные типы бизнеса, там тоже могут быть другие продажники. Например, мы работаем на массовом рынке, и для нас очень важна низкая цена. Если для нас важна низкая цена, вот мы, покупатели, на самом деле, мы не будем разбираться, этот поставщик, другой поставщик, ну, нам важна низкая цена. То есть мы легко меняем этого поставщика. Вот там менеджеры по продажам обычно другие. И там набирают очень многих сразу, как правило, в отделы продаж, и выживает сильнейший. Там задача простая, да? Больше продать. Там вот появляется термин «дожать». Да-да-да, там особо не копаются вот в этих взаимоотношениях. Кто быстрее продал, тот и молодец. Совершенно верно. И еще есть один, на самом деле, тип продаж, который связан тоже, скорее, с типом клиентов. Это так называемые стратегические продажи. То есть это большие проекты, любые большие проекты. Я там не буду говорить «Газпром» или «Нефт», да, но тем не менее, понятно, да, что это нечто такое, что составляет. И, как правило, на самом деле, там уже не просто продажники, там подключаются руководители разного уровня. Очень многие, вот первые лица и собственники, которых я знаю, выполняют функцию менеджера по продажам для своих VIP-клиентов. Только они ездят на переговоры, на самом деле никто другой. Это стратегические продажи. Какой тут тип? Тип генерального директора. Самый главный тип, тип генерального директора. Ну, в любом случае, конечно, стратегия, она, так сказать, определяет, да, долгосрочные некие программы для этой компании. Мы сейчас прервемся, Тань, буквально на несколько минут, а потом продолжим нашу беседу. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем, как организовать машину продаж. В студии Татьяна Сорокина, генеральный директор юнит-консалтинга. Сразу же давайте начнем со звонка нашего слушателя на линии Вадим. Вадим, день добрый, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы задать один вопрос вашей гости. Вы меня, конечно, извините, но она лично на меня производит впечатление обычного теоретика. Никого не хочу обидеть. Если можно, практическая задачка. Вот нужно продать, так сказать, работу достаточно, так сказать, дорого, не очень известного художника. Большим спросом работа не пользуется. Ваши действия. Заранее спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо. Спасибо, Вадим. Тань, вы не обиделись, я надеюсь? Нет, нет, замечательно. Ничего личного, только бизнес. Конечно, конечно. Интересный очень вопрос, Вадим. Спасибо. Смотрите, здесь действительно вариант как раз тех самых консультационных продаж, про которые мы говорили. То есть непредсказуемый результат, неизвестная ситуация для клиента и очень много не определено, так скажем. Поэтому здесь, что очень важно, чтобы менеджер, который работает, буквально ловил все невербальные так называемые характеристики, выражения лица, например, клиента и тут же их как-то декодировал. Не просто реагировал на слова, прояснял, выяснял. Тут же предлагал аргументы, которые бы могли снять даже какую-то тень на челе как бы этого клиента. То есть это конкретное понимание и ведение клиента здесь будет очень-очень важно. Это как раз вот, я считаю, что именно поэтому это и вызывает, я думаю, у Вадима действительно реальные затруднения. На данный момент это одна из самых сложных систем продаж, консультативные продажи. Ну, я со своей непрофессиональной точки зрения представляю эту ситуацию, то, о чем говорил Вадим. Нужно продать дорого работу неизвестного художника. Мне кажется, по определению этого сделать невозможно, потому что художник неизвестный, а если он неизвестный, вообще непонятно, что у него за работа такая. Ну, конечно, можно сразу отказаться, но я думаю, что тот продажник, который самый, тот, про которого мы говорим, он точно бы не отказался. Он нужен синтохотник. Нет, конечно, он бы делал одну, вторую, третью попытку. Это из разряда того, что хороший продажник может продать, слово там другое обычно используется, все, что угодно. Ну, почти так, да, почти так. Если он в этом уверен, да, вот еще раз. Если он в этом уверен, железно, если он уверен, что это шедевр, он его точно продаст, без вопросов. Хорошо, хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос Вадиму. Да, и Вадиму желаем как бы успехов в продаже. На самом деле, я думаю, что действительно, это непростая ситуация. Непростая, безусловно, изначально, да, непростая. Давайте продолжим. О мотивации уже пора поговорить? Да, мотивация, конечно, очень важная вещь. А мы с какой начнем? Какая у нас в порядке стоит? Материальная, не материальная? Давайте о материальной. Будем банальными. Поговорим о материальной мотивации. Материальная мотивация такая интересная вещь. Не очень давно, буквально года два назад, наши коллеги проводили исследования. Они спрашивали, насколько выкладываются сотрудники в московских офисах. Ну, если, например, у них 100% времени есть, то сколько времени они работают? Оказалось, 60% времени они работают. То есть материальная мотивация... 60% рабочего времени они работают. Да. Так? Правильно я понял? А 40% чем-то другим занимаются. Чем-то, да, другим занимаются, оказывается. Интересно. То есть оказывается, что при этом все получали очень хорошую зарплату. Все были уверены. Никто не хотел уходить. Все сидели на своих местах, очень хорошо сидели, все было замечательно. Но при этом почему-то мало выкладывали. То есть материальная мотивация хороша, но, к сожалению, она не обеспечивает того, чтобы человек ваш выкладывался хотя бы на 80%. Я 60-то не просто так сказала, потому что на 100 уже, наверное, только крайне редко кто выкладывается. Это вот собственники, может быть, еще кто-нибудь. Какая-то нужна, действительно, нематериальная для этого, видимо, мотивация. Да, получается, что нематериальная. Человек 100% рабочего времени все время работал. На самом деле, конечно, материально ответственно за какие-то базовые потребности, поэтому предусматривают выплаты и процентов, и более сложные схемы. Очень важно, чтобы просто вот этих параметров, за которые мотивировали человека, было не больше там трех-пяти. Это может быть там и привлечение новых клиентов, это может быть и увеличение продаж существующим клиентам. То есть там самые разные могут быть основания, и не просто банальный объем от продаж, потому что он хорошо работает только в том случае, когда мы стартуем с бизнесом, когда мы за новый бизнес, новая клиентская база у нас идет. Тогда на этапе наработки он работает великолепно, но потом, как правило, его меняют на более сложные составные части. Это действительно классика в продажах. Считается, что продажа легче всего материально выстроить мотивацию, потому что есть цель, ты от нее ставишь процент. От прироста клиентов, количества клиентов, объемов продаж и так дальше. Но, тем не менее, да, не хлебом единым, что называется, и материальная мотивация не единственная. Да, и оказывается, да, что не материальная, и она особенно важна у продажников, потому что очень часто продажники, ну, они один на один с клиентом. То есть, по сути, очень многие даже считают, что продажник это вот волк, которого ноги кормят, да, то есть он вот непрерывно в бою. В движении. В движении он реально не заинтересован в том, чтобы отдавать своих клиентов своему коллеге, да. Понятно, что они скорее вот конкурируют, чем они сотрудничают. И поэтому исключительно важно выстроить вот такую вот, как бы, корпоративную культуру, нематериальную мотивацию. И здесь, начиная с самых простых моментов, очень много ресурсов, так там, источников. Например, скажем, поздравление с днем рождения. Но, если поздравление с днем рождения будет через коллег, через, там, своего непосредственного руководителя, это не мотивирует. Но, вот, если в день рождения придет человек, доступа к телу, которого из дневного нет. Прилетит вдруг волшебник. Да нет, просто генеральный хотя бы. Ну, не начальник отдела продаж, а вот генеральный придет, руку пожмет, скажет, поздравляю, там, какой-то сувенир какой-то, да, это уже будет. Безделушку какую-нибудь. Это уже будет мотивация. Это реально уже будет мотивация, конечно. Ну, то есть мотивация в том, что вот не только мои коллеги, да, мой непосредственный начальник, а еще и небожитель обо мне знает, обо мне помнит. Помнит. Хотя ему, я так понимаю, напомнили 15 минут назад, что у меня день рождения сегодня. Ну, да, но все равно есть такое правило напоминать. Вот, потом есть целый блок таких примеров из нашей прошлой, как бы, социалистической жизни, которые тоже очень активно используются в продажах, и там такими лидерами, как, например, ну, я не знаю, там, предприятие быстрого питания типа Макдональдса, соревнования. Соревнования у них очень популярны и действительно очень хорошо работают. Доска почета с фотографиями, признание. То есть это не архаизм все-таки, потому что не случайно вы про Советский Союз вспомнили, да, мы сейчас вспоминаем, ну и, может быть, даже еще в те времена, ну, относились так к этому, ну, доска почета, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Или диплом и грамоты, да, лучше бы денег дали, вот диплом и грамоту мне дам за хорошую работу, да. Да, то есть любое признание, любое признание такое, общественное признание, заслуг, это всегда очень мотивирует. Я помню, среди моих знакомых была компания, ну, которой менеджеры, они, ну, я не знаю, прям, что они делали, там просто была заменена доска с фотографиями на латунную доску. Фотографию снимают и вешают следующую. Так. А латунная доска там гравируют, и люди к этому относились, тебе памятник. То есть на вечно. На вечно. То есть что они делали для того, чтобы на эту латунную доску попасть. Серьезно? Да, то есть вот варианты, вроде бы банальные, они не требуют много денег от компании, но реально могут как бы хорошо работать. Признание и очень отличная, великолепная схема мотивации, конечно, есть вот, как думаете, у кого? У сетевого маркетинга. Ага, я, честно говоря, некоторое время назад сталкивался достаточно плотно с компанией сетевого. Там же ведь нет никаких других речей, там нет структуры, там, собственно, нет материальной мотивации. Нет, но структура как такова есть, у них там это дерево, что есть там платиновый директор под ним. Да, но там нет такого, что ты обязан, ты подписал контракт, и ты обязан приходить на работу. То есть этого нет, он может прийти, может не прийти. То есть получается, что важно замотивировать именно как бы внутри человека. И там на постоянной основе любое их собрание связано с тем, что... А теперь выходят те, кто под аплодисменты, под фотографии с цветами вокруг. Раз пять я посещал такие мероприятия. Да, это мне еще напоминает... В интернете очень часто показывают, ну, американских обычно проповедников, да, которые вот они нагнетают в огромном зале, и народ начинает уже там сходить с ума, что называется, в транс какой-то. Вот мне очень напоминают собрание этих самых сетевиков, да, НЛМщиков, именно такие мероприятия. Ну, я так понимаю... Там огромный акцент, конечно, на это сделан, безусловно. Да, но я сейчас это не буду даже касаться, я просто вот про один факт признания, что они это активно используют, и у них это, в общем-то, работает. И реально это не так просто применить в традиционном бизнесе, на самом деле. Потому что, да, но у нас это не очень принято. Реально, в традиционном бизнесе это не очень принято. Вот. Ну, есть, собственно, как бы такие менее популярные, но тоже очень интересные методы мотивации, не материальные. Ну, например, одна наша знакомая компания лидеру по продажам разрешала парковать свою машину на директорской стоянке в течение дня. Или, да, или на целый день отдавали ему прямо с водителем директорскую машину. Ну, это круче, мне кажется. Да, это тоже неплохо. Или, например, лучшим по продажам разрешался завтрак с членами совета директоров. Вау. Да, ну, как бы как, конечно. Это менее традиционные вещи, но тоже обычно очень хорошо работают, да, вхождение в некоторые более высокие круг. Это такое признание, что ты наравне с самыми высокими мира сего. Ну, это чисто любимым людям, наверное, да, вот это вот очень приятно было бы. Ну, и на самом деле вот часто, когда там говорят про мотивацию, не бывает так, чтобы система мотивации подходила для одной компании и прям один к одному, как калька могла быть скопирована в другой. Совершенно невозможно. И даже более того, я бы добавил, что на этой системе мотивации одного и то же сотрудника может по-разному влиять, правильно? То есть вот этому человеку это важно, этому другу. Да, конечно, конечно. Поэтому мы перед этим их и отбираем, чтобы примерно одинаковую систему мотивации потом и внедрять на самом деле. То есть внутри одной компании должны быть примерно... Должны быть примерно, да, одинаковые люди, одинаково реагирующие на ту или иную мотивацию, да, потому что есть же мы еще не коснулись, есть как бы отрицательная мотивация. Так. Ну, я даже помню, есть такая вещь, как листок позора. Доска позора та же самая, латунная. Вот доска ни в коем случае, доска, потому что это фотография. А здесь должно быть все обезличено. Сотрудник Н, такого-то числа, сделал то-то и то-то, а должен был сделать то-то и то-то. То есть это адресуется ему? Да, никто не знает. Никто не знает, кто такой сотрудник Н, а он-то знает, что это, да? А вот эта история с доской позора и с фотографиями, это... Нет, это прилюдное обичевание человеку идет в лучшем случае. Ну, то есть там могут быть самые отрицательные... А лучше может еще и гадости каких-то натворить, да? Да, совершенно верно. Я вспоминаю, ну, опять, школьные годы чудесные, и вот, я уж не знаю, как сейчас это происходит, у нас практиковалось в школе, когда кто-то провинится, да, перед учениками на линейке, там, на утрене, да-да-да, вызвать, поставить. Вот, постой, посмотри, пусть тебе будет стыдно перед твоими товарищами. Ну, это действенно было. Может быть, это просто для ребенка было так действенно? Почему бы сотрудника, да, какого-нибудь начальника отдела продажи вот так же не бичевать? Нет? Это чересчур уже? Да, нет, человек, как правило, уходит после таких. Тем более теперь в текущей ситуации, когда, по-моему, на каждое... на, как так, так скажем, на два вакантных места один претендент. Да, да. Это совершенно другая ситуация. Не забалуешь, да? Да, совершенно верно. Вот. Ну, и отрицательная мотивация, да, она, конечно, тоже остается, но положительная всегда имеет преимущество. Чем дальше, тем больше, на самом деле. Похвала и вот признание, они добиваются большего. Делайте добро, делайте радость людям. И они будут хорошо продавать. Сейчас, Тань, спасибо, еще раз посмотрим на новости, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, мы посетовали, кстати, с Татьяной здесь за эфиром. Время-то летит, летит. А нам столько еще, да, хотелось бы обсудить. Но я еще раз повторю, там мы не последний раз в эфире бизнес-класса. Итак, друзья мои, мы продолжаем эфир бизнес-класса с Татьяной Сорокиной, генеральным директором юнит-консалтинга. Обсуждаем, как организовать машину продаж. Ну, и если у вас есть желание к нашей беседе присоединиться, звоните, телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm, пишите. Тань, продолжим, о деньгах немножко поговорим. Да, в конце концов, результат-то какой у продаж все-таки. Ага, итак, о рентабельности бизнеса, да, есть смысл, наверное, немножко поговорить, потому что напрямую она зависит от качества продаж, я так думаю. Да, и именно рентабельность продаж. До кризиса практически никто не обращал на это внимание, и действительно многие расширяли, была задача увеличения объемов продаж, увеличения объемов продаж, а после кризиса все стали смотреть о том, что как бы еще нам при этом затраты снижать. И у нас было неоднократно несколько вот проектов, в которых мы просто по факту рассчитывали, смотрели, где есть ресурсы, где есть источники для увеличения объемов продаж. И на самом деле они очень банальны и связаны с такой кропотливой работой. Обычно, когда я об этом говорю на семинаре, то у всех появляется разочарованное выражение лица. Кука в глазах, да? Да, потому что понятно, что да, да. Слушайте, Иванов, вашу любимую песню. Самый основной источник увеличения продаж – это существующие клиенты. Это, как правило, существующие клиенты. От 10 до 50% всегда возможно увеличение продаж существующим клиентам, вот показывает наша практика. Но при этом нужно очень внимательно анализировать, смотреть, какой ассортимент они берут, как часто они делают закупки, к чему они забирают у конкурентов, как мы можем заменить это, за счет чего мы можем расширить ассортимент как бы этого клиента. И так поэтапно работая, возникают возможности очень большие. Единственное, что, конечно, это невозможно делать совсем с мелкими клиентами, безусловно, да, но по хотя бы средним и крупным клиентам это делать просто необходимо, потому что здесь основной, как бы так, скажем, ресурс увеличения продаж. Конечно, есть еще, существуют новые клиенты. Это тоже такой отдельный большой слой, но, как правило, рынки очень конкурентные. И те клиенты, которые остались, они действительно много привнести не могут. То есть вот по нашей тоже, опять же, практике, получается... А то есть остались свободными еще, да, не обработанные? Да, то есть, ну, условно говоря, мы знаем, что в славном городе Кирове есть 100 торговых точек, а мы уже работаем с 80 торговыми точками. То, скорее всего, оставшиеся 20, это непрофильные точки, небольшие по обороту, неинтересные нам, и, ну, максимум из них еще из этих 25. А скорее всего, почему? Потому что мы их до сих пор не обработали еще, да, так сложилась жизнь? Да, потому что, как правило, продажники, конечно, в первую очередь обрабатывают крупный, там, где заведомо есть процент тот самый, да, где они могут получить процентное соотношение, самое интересное для них. Вот. И поэтому эти клиенты, возможно, увеличение, но относительно, да, небольшое увеличение, хотя тоже, как правило, существует. Есть еще один источник продаж, который увеличение объемов продаж, который вообще никто никогда не рассматривает. Но мы его всегда видим, когда смотрим статистику продаж любой компании. Клиент заказывает у вас 15 позиций, вы ему отгружаете 12. Почему? Ну, не было в тот момент на складе. Насколько мы недопродали клиенту? Вот это процентное соотношение обычно бывает до 25% продаж. Что происходит дальше? Следующий еще момент в продолжении. Первый, мы про это забываем, и как бы мы не отгружаем тогда это просто, мы недополучили в продажах. Второй момент, мы догружаем, мы делаем на три позиции заказ, и он нерентабельный для нас. То есть доставка трех позиций для нас нерентабельна. Обычно процент нерентабельных заказов с отрицательной рентабельностью в районе 15% у компании, очень часто. И здесь тоже есть реальный ресурс по снижению затрат и, соответственно, по увеличению прибыльности. Ну, и прибыльность, конечно, это прибыльность клиента и вот прибыльность заказа. Прибыльность клиента тоже очень важна. Вспоминаю, любимое, как бы, воспоминание про правила Паретта, продолжение правила Паретта. 45% наших клиентов убыточные. Да, печально. Доходы минус затраты меньше нуля на 45% наших клиентов. То есть получается у нас реально очень большой процент клиентов, которых мы можем либо отказаться, либо все-таки увеличить продажи и сделать их рентабельными. Хотя полностью от них мы не сможем отказаться никогда. Ну, вы мне можете сказать, ну как, вот смотрите, я только что зашел в сетку, там, сеть Магнит. Сколько там магазинов? Больше, чем в этой сетке нет ни у кого магазинов. Ну, понятно, дело сейчас временное, они у меня пока убыточные, но через год-то это будет другая ситуация. То есть не все клиенты в этом смысле одинаковы. Некоторые бывают временно убыточными клиентами, но снижение этого процента, так скажем, постоянно убыточных клиентов, это совершенно реально и совершенно возможно. То, что он временно убыточный, я как могу определить? По какому? Или просто я буду надеяться на то, что он рано или поздно, да, эту нулевую отметку перейдет и начнет приносить? Ну, например, там одно из самых таких ключевых соотношений, это сколько мы продаем в клиента и каков его оборот, либо каковы закупки вообще у него в целом. Потому что если он большой, а мы имеем в нем мало, то соответственно всегда есть возможность расширения. Да, это скорее всего в будущем рентабельный клиент для нас. А если, соответственно, он у нас берет мало и обороты у него небольшие, то мы можем, конечно, надеяться, что он сам по себе когда-нибудь вырастет, но это условно говоря как бы 50 на 50. Ну понятно, да. Вероятность 50 на 50. И самые тоже типичные затраты, которые некоторые, кстати, очень в кризис, очень многие компании стали отслеживать дебиторку. То есть вот мы финансируем клиентов и все сразу поняли, что да, вот здесь это огромные затраты. Как сделать более рентабельные продажи? Но на самом деле все забыли, что еще есть целая серия дополнительно других затратных составных частей, которые тоже очень важны, но никто не смотрит. Ну вот мы сейчас смотрели, какая комплектация заказа. То есть в 15, в 12 комплектация, да, и 3 осталось. Комплектация очень огромный, как бы здесь блок затратный. Ну то есть в чем проблема? Мы должны планировать вот эту комплектацию с учетом того, что клиент может отказаться от какой-то одной, второй, третьей позиции, и тогда лучше просто изначально их и не планировать. Да, но нам как-то лучше наоборот так планировать остатки на складе, чтобы они у нас были. То есть за этим у нас автоматически тянется средство, которые мы заморозили, так скажем, в товарных остатках. Может быть какие-то лишние есть, как правило, есть лишние, а есть те, которых не хватает. И правильное распределение вот этих складских остатков это еще один очень серьезный затратный механизм, который очень сложен в исполнении. Почему у всех сразу возникает, как я говорю, печаль на лице, когда я говорю о том, что вот это долгий такой кропотливый труп по вычищению, начиная с копеек, получается. Но суммарно он дает вот здесь 15%, там 5%, здесь 10%, и в целом рентабельность. И на круг-то набежало. Да, я могу сказать так, что клиенты, которые никогда об этом не думают, очень часто имеют рентабельность продаж в районе 7-8-9%. Хорошие клиенты, хорошие компании активные такие имеют до 20%. Это те, которые думают. Это те, которые, да, вот просто фактические данные, которые вот мы знаем по продажам наших клиентов. То есть это в разы увеличение. То есть вы можете увеличивать обороты, и при этом прибыльность у вас практически не меняется. Либо 20% это пятая часть в продажах, это ваша прибыль чистая. Немного увеличили продажу, и у вас сразу же выросла прибыль. Тань, замечательная фраза, формулировка, вот я сейчас читаю, уровень гарантированного сбыта. Вообще гарантировать что-то можно в нашем деле нелегко. Да, вот я тоже действительно на самом деле не знаю, что такое гарантированный сбыт, но я знаю, что такое планируемый сбыт, я вот это понимаю. Тот термин, который обычно мы используем, мы говорим, что вот есть плановые показатели, мы знаем, как это стичь. Мы знаем, что плановые показатели могут меняться плюс-минус 5-10%. Если мы отклоняемся в планировании больше, чем на 5-10%, то у нас нет той самой системы, смотри, пункт один, с чего мы начали. То есть что-то мы не умеем, что-то у нас мы не предсказываем, мы не можем понять, почему что-то меняется так сильно. Если у нас эта система есть, то мы точно можем спланировать и точно достичь как бы с вероятностью очень большой. Ну и максимизация сбыта, еще есть один вопрос. По максимуму, очень многие хотят расшириться по максимуму. Была ситуация в 80-х годах крупнейших компьютерных компаний, которые сами обвалили свой рынок, потому что поставили задачу максимального сбыта. И в частности, компьютеры пошли по серым дилерам. Серые дилеры не оказывают сервисную поддержку. У сервисных дилеров компьютер в два раза, ну не в два раза, гораздо дешевле. Клиент приходит и он не может понять, почему, если это хороший компьютер, почему он так дешево стоит и почему здесь нет сервисной поддержки. И они обвалили сами свой собственный рынок. То есть максимизация сбыта не всегда та цель, которая дает действительно качественное увеличение продаж. Максимизация сбыта, она в определенный момент, да, эта мысль возникает, по крайней мере, в определенный момент роста. То есть ты как бы изначально, да, не ставишь себе задачу именно эту. У тебя есть масса других промежуточных задач. А потом, когда уже, на твой взгляд, все это, да, все получается, давай-ка мы сейчас вот... Ну да, примерно такая ситуация была у компьютерного рынка. И произошло то, что произошло. Они, да, захотели взять как бы весь рынок, но оказалось, что весь этот рынок им на самом деле не нужен, потому что это будет гораздо хуже, чем часть, но... Ну вот здесь что, здесь стратегический просчет какой-то? Здесь стратегический просчет или люди просто как бы особо не думали на эту тему? Ну да, мы его даже как бы сказали. Просчет был связан с тем, что они выбрали не тот канал. Вот серый дилер, это был канал, который нельзя было дорогую продукцию, которая требует сервисного обслуживания, нельзя было пускать в этот канал. Это да, это как раз модель дистрибуции, это стратегический просчет был, действительно так и было. Ясно, ясно. Так, хорошо, ну и смотрите, две минутки у нас осталось, о чем мы еще можем с вами поговорить? О технологиях, наверное, это всегда интересно. Технологии, это часто называют стандарты продаж. Ну, палка о двух концах, но для большинства менеджеров, кстати, очень полезная вещь, я про нее тоже упоминала, действительно дает прирост продаж в районе 20% очень часто на средних менеджерах. То есть, когда он знает, какая последовательность звонков, визитов, встреч, что должно быть в содержании каждой составной части, это вот называется стандартами продаж и очень хорошо работает на средних менеджерах. Бесполезно внедрять на талантливых менеджеров, будет только хуже, и бесполезно на плохих их лучше выгнать. Ну, это понятно. На талантливых, то есть это будут какие-то рамки ему ненужные, да, задавать вот этот стандарт? Да, у него есть свои стандарты, он по ним работает, не трогайте, продает, и пусть продает. Хорошо, не мешайте. Не испортить, не испортить. А с плохими что вы говорите? А с плохими лучше выгнать. Почему? А если поучить их? Вот средних можно поучить, а у некоторых есть определенная категория менеджеров, которых лучше выгнать. Мы же гуманисты, в конце концов. Ну, если человек работает, ну, дайте ему еще возможность, дайте ему еще один шанс. Ему можно дать еще одну там швабру и тряпку, да, ну, предлагать продавать, например. То есть люди, которые, в принципе, да, не могут продавать, такие тоже существуют, их сразу видно, да, профессиональным взглядом. Ну, они как бы нормально жили, пока шел рост рынка, например, да, и они могли остаться в компании. Они нормально жили, продавая. Да, да, ну, потому что не было конкурентов, не было, да, то есть шел рост, и вроде бы их продажи были соответствующие. Вот, когда усилилась конкуренция, особенно сейчас после кризиса, им стало гораздо сложнее лучше избавляться. Причем я даже представляю этого неумеху, да, который сидит, так в воле и суде он продает, ему звонит клиент, он ему в ответ что-то такое невнятное говорит, слышит вопрос, в ответ на претензию, говорит, ну, не хочешь, не покупай. Так примерно, да, в условиях отсутствия конкуренции. Ну, не хочешь, не покупай, другой сейчас кто-то позвонит и обязательно купит, ради бога. Наверное, уж прям, я думаю, что так-то уж не говорят. Я из, собственно, опыта просто, я однажды сталкивался, ну, не недавно, это было до кризиса, конечно, именно так, не хочешь, не покупай, сейчас придет и заберут. Татья, спасибо, огромное время закончилось. Татьяна Сорокина, увидимся еще раз. До свидания. До свидания. До доброго.